Друзья, всем привет! Вы на канале 69 Хобби, меня зовут Артём, сад находится в Тверской области. Тема сегодняшнего видео – уход за жимолостью с весны до осени. Жимолость – самая ранняя ягода в наших садах и, по моим наблюдениям, одна из самых неприхотливых. Но при этом без ухода за ней все равно обойтись невозможно. Итак, с чего начинаем сезон? Подкормка азотными удобрениями по талому снегу. Жимолость просыпается очень рано. Еще лежит снег, а вы можете наблюдать, как выдвигается зеленый конус. Когда сойдет снег, уже и почки могут раскрыться. Соответственно, корневая у жимолости в этот период уже активно начинает питаться. Мочевина для первой подкормки по талому снегу не подходит. В силу своей летучести соединения, в силу того, что уробактерии, которые должны ее разлагать, они еще спят, так как холодно. Поэтому кальциевая селитра, либо аммофоска. 50-60 грамм на квадратный метр, ну, в принципе, на куст. Если у вас кусты уже взрослые, то, соответственно, там до 100 грамм можно увеличить дозировку. Просто рассыпаем по периметру куста, прямо по снегу. Сосущих корней внутри крона у нас практически нет. Соответственно, все на периферии удобрения. В это же время делаем обработку от болезней. Здесь смотрите, какой нюанс. Так как она просыпается очень рано, вы можете пожечь уже вот этот конус зеленый. Потому что вот в этом году здесь у меня полутень, еще был снег, а нижние ветки были под снегом. Верхние все уже в зеленых надутых почках. Я из-под снега достал, они и под снегом в зеленые надутые почки были. Поэтому, если вы проморгали этот момент, а он наступает, как я уже сказал, очень быстро, то используйте 1% раствор бордосской жидкости, либо медного купороса. Если не проспали, то 3% раствор, то есть 3% раствор это у нас 300 грамм на 10 литров воды, 1% 100 грамм на 10 литров воды. Через несколько дней обработайте от вредителей зимующих форм, либо профилактином, либо препаратом 30+. И примерно через 10 дней после первой обработки, можно пройти, не обязательно, но я делаю, 7% раствором мочевины. Но здесь, опять же, смотрите на почки. То есть, если уже слишком раскрываться начинают, то просто пожгете. Если боитесь, можно сделать 5% раствор мочевины. Это еще одна защита от различной заразы. Но, повторюсь, как таковых болезней и вредителей на жимолости, вот, по крайней мере, у меня, ну, я не наблюдаю. А может быть, я и не наблюдаю, потому что все грамотно, этап за этапом обрабатываю. Дальше, когда сошел снег, листочки уже распустились, начинаем подкормку, под перекопку, точнее, под рыхление. Корневая у жимолости поверхностная. Поэтому, если вы начнете перекапывать, вы просто ей все эти корешки сосущие порубите. Берете просто рыхлилочку, удобрение рассыпаете предварительно. Ну, в принципе, в этот период снег только сошел, земля может быть еще достаточно влажной. Если вдруг земля сухая, обязательно смачивайте. Сначала леечкой немножко проливаете. И потом по периметру кроны можете сделать бороздки. Можете просто насыпать по земле вокруг куста. Либо классика. Суперфосфат, двойной суперфосфат, двойной суперфосфат 60 грамм на квадратный метр. Простого, соответственно, увеличьте до 100-120 грамм. И какие-то калийные удобрения. Серно-кислый калий можно использовать, либо сульфат калия. 25-30 грамм на квадратный метр. То есть, если у вас куст большой, как мы уже говорили, соответственно, увеличьте там дозу в полтора раза примерно. Но можно использовать просто комплексные удобрения. В этом году я диамофоской это все сделал Калий, азот, фосфор Хорошая пропорция, в принципе ничего добавлять не нужно 60-100 грамм на куст Примерно в зависимости от размера куста Какие-то годы я использовал удобрения комплексные для голубики Тоже хороший состав, вполне подходит и для жимолости Рассыпали, прорыхлили и обязательно пролили хорошенечко это все водой Чтобы удобрение растворилось И примерно в этот же период, до того как появились у нас цветочки До цветения Делаем обработку от вредителей болезней комплексную То есть делаем баковую смесь Можно использовать октару Плюс сюда от болезней теовид джет Либо скор, он же раек Туда я добавляю гомоир Плюс туда аллерин B Плюс эпин Эпин как антистресс Он всегда хорошо В этот период бывает понижение резких температур Заморозки возвратные Поэтому никогда не повредит И какой-то прилипатель Липосам Либо когда липосам я не нахожу Зеленое мыло обычное Просто добавляю и все Чтобы хорошо эта смесь вся прилипала Все, до сбора ягод Вы в принципе к жимолости можете больше не подходить Кроме как поливать ее Застои влаги жимолость не любит Но и сухую почву тоже переносит плохо Потому что у вас идет формирование ягод Поэтому если стоит хорошая сухая погода Жаркая То раз в неделю хотя бы леечку Десятилитровую под куст поливайте Как я уже говорил Жимолость одна из самых неприхотливых Ягод в саду Минимум болезней, вредителей я у себя вообще не видел Но самая большая проблема в жимолости Это сохранить и собрать урожай Потому что есть один вредитель От которого никакая химия вас не спасет И имя ему дрозд Дрозды сносят куст за 2 часа легко Только вы пойдете пообедать Придете Ягод вы больше не увидите Я так первый урожай даже и не попробовал Вечером приехал Ягодки какие хорошие думаю Ну завтра как раз еще день-два им повисеть Соберу Утром вышел вообще ничего нет Одно синее гуана под кустами Поэтому Чтобы защитить свой урожай От этого вредителя За 10 дней примерно до его созревания полного Я ставлю защитные Заграждения Как это выглядит Можно посмотреть в ролике Ссылочку дам Про жимолость у меня есть На канале про сорта жимолости И там вы увидите Как раз вот эти защиты у меня по-моему стоит Попробую найти Если кадры То воткну в этот ролик 4 кола по периметру С учетом высоты куста Чуть-чуть повыше Там сантиметров на 10-15 И гвоздики Маленькие набиваете Сетка от птиц Натягивается вокруг И натягивается сверху То есть делаем купол полностью Главное Внизу Придавите это все Очень хорошо По периметру камнями Потому что эти твари Просто залезают Отгибают сетку Залезают Обжирают куст И спокойно вылезают обратно Такой у меня тоже Прецедент был Ягоды пощипал Чуть не закрыл Все Утром вышел Куст уже чистый После того Как урожай собран Вами Или дроздами Это уже не важно Жимолость требуется Подкормить И обработать Так как это ягоды Ранние То есть середина июня Там плюс-минус Конец июня Уже Урожай будет собран В этот период Нужно внести И можно внести Как раз Органику Если вы ее не вносили В первую подкормку В первую подкормку Тоже можно внести Органику какую-то Если вы не вносили Потому что Органика это азот Азот в июне Это нормально То есть С середины июля Азот уже нежелателен То же самое Подрыхление И сюда же вносим Что-то Отличное От тех удобрений Которые вы вносили В первую подкормку Соответственно Если вы вносили Комплексные удобрения То вот здесь Можно подкормить В той же дозировке Которую там я называл Двойным суперфосфатом 60-100 грамм На квадратный метр Если простым Полтора хотя бы раза Увеличить дозировку И калийные удобрения Туда же добавляем Если вы делали Эту подкормку В таком виде Весной Либо диамофоской Либо любой фоской Нитрофоской Нитромофоской Везде в составе фосфор Немножко азота И калий Присутствует Тогда уже калий Отдельно не добавляйте То же самое Подрыхление Проливаем водой По периметру рассыпаем Либо бороздки делаем Все это рыхлим Закрываем И проливаем И Также баковой смесью Обрабатываем От болезней и вредителей То же самое Можете сделать Октару Но в принципе Я пользуюсь искрой Дешевле в 10 раз Также на 2 месяца защищает То есть в принципе До осени Уже у вас Кустики будут защищены От вредителей Сюда же добавляем Либо тот же Теавит Джет Либо Скор Он же райок Гомаир Алерин-Б И эпин Чтобы после сбора урожая Кусты Немножко встряхнулись И Антистресс Тоже получили Обрезку в этот период Мы не делаем Ну по крайней мере Я ее не делаю После этих всех Манипуляций До Конца сентября Вы можете К живолости Не подходить Только Следите За поливом Ну и осматривайте Если локально Какие-то заболевания То Применяйте препараты Предназначенные Локально уничтожать Эти заболевания Ну либо вредители Обязательно Если стоит сухая погода Раз в неделю Хотя бы там Лейку 10 литров Проливайте Если идут дожди Периодически То в принципе Можно ничего не поливать Не трогать Так как живолость Рано просыпается Она Самая ранняя И засыпает В конце сентября По крайней мере У нас в регионе Уже листопад И К началу октября Она стоит голенькая То есть уже уснувшая Поэтому Примерно во второй половине Сентября Делаем Третью Осеннюю Подкормку То же самое Вносим Никакого азота Только Фосфор И калий В каком виде Из того что я перечислял До этого Выбирайте сами Либо комплексными удобрениями Есть осенние Комплексные удобрения Опять же Я обычно использую Для голубики Осенью Прекрасно работает Это удобрение И через пару недель Уже Вот как я сказал В начале октября Жимолость Уснула Удалять побеги Которые Загущают Этот самый Центр куста И снизу Тоненькие В прикорневой зоне Мелкие побеги Которые Это делать Еще В первую оттепель Заняться этой обрезкой Проще сделать это Осенью После листопада Самая большая Головная боль Жимолости Это возвратное Тепло Вот она уснула А потом В середине Октября У нас бывает Градус 15-10 Бывает и 20 2-3 дня Буквально И она сразу же Просыпается И начинается Повторное Раскрытие Почек После чего Эти побеги Вымерзают Ни разу Они у меня не выживали Те кто зацвел Те вымерзают Потому как Проснулись Не вовремя То есть защититься От возвратного тепла Защититься От возвратных заморозков Просто укутал Защитил А как от тепла Ты же сюда Холодильник не поставишь Чтобы они там Спали себе Охлаждали снег Ниоткуда не принесешь Соответственно Тут уж Как повезет Но как правило Это небольшой процент Самых активных Каких-то веток Ну погибают Погибают Ничего страшного Примерно в середине октября Когда жимолость уже уснула Проводим Последнюю обработку От болезней Трехпроцентный раствор Железного купороса И Семипроцентный раствор Мочевины Смешиваем И опрыскиваем Называется Искореняющая обработка Три процента Это 300 грамм на 10 литров Семипроцентный раствор мочевины Семьсот грамм на 10 литров воды Последнее действие Которое вы должны сделать Перед зимой Недельки за три До предстоящих Заморозков Холодов Сделать Влагозарядный полив Если осень дождливая То в принципе Этот полив И не требуется Если Сухая То 20-30 литров на куст Пролейте Чтобы не было вымерзания Корневой системы Проверить в принципе Почву просто Рядом с кустом Копните на штык И вы поймете Нужен вам полив Или не нужен Землю Вот так вот в руку сжали Если комок остался Значит земля сырая И увлажнения не требуется Если рассыпается Значит полив Нужен Как сажать жимолость И как повысить Ее урожайность Отдельно сделаю Ролик небольшой Есть свои хитрости Есть нюансы По уходу за жимолостью На этом все Не скучайте Не болейте Если остались вопросы Пишите в комментариях Любите свой сад И он обязательно Ответит вам взаимностью Всем пока